Вот река Акмина. Она начинает свой путь от деревни Можея-Желиней в районе Салантей. Протяженность реки небольшая, всего 65 километров. По пути течения реки выстроились наиболее крупные города западной Литвы, Кретинга и Клайпеда. Свой путь река заканчивает в портовом городе, впадая в Курский залив. Вроде бы самая обычная речушка и говорить о ней особо нечего. Но дело в том, что до сегодняшнего дня неизвестно, как же на самом деле она называется. В Клайпеде реку называют Дани, Данги, Дания. А всего через 10 километров она и вовсе вдруг превращается в Акмину. То, что у рек, которые протекают через несколько государств, несколько названий, совершенно обычное явление. Но Дания, она же Данги, Дания и Акмина, в пересечении границ Литвы уличена не было. Так в чем же секрет? На самом деле Дания не всегда протекала на территории одного государства. Начиная с 13 века Клайпедским краем управляла Восточная Пруссия. Границы Клайпедского края или Мемельленда, как его до сих пор называют немцы, заканчивались как раз близ Кретинги. Вот выходит, что в Мемельском крае реку назвали Дания, а в Литве Акминой. Но как же быть с другими вариантами названий? Данги и Дания. Оказывается, и к этой лингвистической беде приложили руку восточные пруссы. Они попросту не выговаривали букву Г, которая имелась в названии реки, тем самым изменив древнее название, которое дали реке балтийские племена. В бассейне этой реки было множество поселений Балтов. Это земля древних куршей. Это очень богатая археологическим наследием земля. И у этой реки было свое название – Данге. А в Данию или Дане она превратилась в конце 19 века. Живущие тут немцы не выговаривали нашу букву Г и называли ее Данье. Так и прижилось. Но это категорически неправильно. На стороне историков, решивших вернуть реке, исконное название – картография за последние 700 лет. Во всех исторических картах название реки значится как Данге. Кроме того, слово Данге на языке куршей означало либо болотистую местность, либо, что более подходит для реки, слова небо, дуга и изгиб. Именно из-за изогнатости берегов реки она и была так названа, уверены историки. В названии закодирована важная навигационная информация, которая означала, что расслабляться морякам не стоит. На реке много резких изгибов и мелей. Приплывал к этим берегам древний курчес или викинг и знал, что эта река неровная. Войдя в нее, придется много поворачивать. И ведь так и есть. Как только вы заходите в реку, сразу же поворот практически на 90 градусов. Данге означает, что река гнутая, как небо. Несмотря на все факты, в официальных и нормативных документах река до сих пор значится как Дания. Но тут же в постановлении комиссии по литовскому языку делается приписка. Реку можно называть и Дани, и Данге, и Дания. Река с тремя названиями в одной и той же местности становится не только нонсенсом, но и реальной проблемой для навигации и для города в целом, говорит Виталтос Чапас, председатель комиссии, отвечающий за присвоение названий городским объектам. Но проблема в том, что эта река течет через три самоуправления, через Кретингу, Клыпецкий район и Клайпеду. Так и эти районы, самоуправления должны принять такое же аналогичное название. Тогда вся река будет все равно иметь два названия – Акмена-Данге. Я думаю, что за это дело взялся член Сейма Симонас Гентвиллос, и он доведет это дело до конца. Мы свое дело сделали, думаем, что эта река, которая течет по Клайпеду, должна называться Данге. Получится ли вернуть реке ее исконное название – пока вопрос. И историки и лингвисты понимают, что название Данге наиболее точное, но дополнительная буква в названии означает исправление всех имеющихся карт и стоит достаточно дорого. Ну а пока суть до дела – река Дания, она же Данге, Дания и Акмена, понемногу становится одной из самых загрязненных рек в стране. Редкие акции очистки реки не помогают спасти ее от сотен килограммов мусора, который выбрасывают в реку нерадивые граждане. Поэтому спасать надо не только историческое название, но и саму реку, считают горожане, которые любят не только прошлое, но и настоящее. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.